всем привет дорогие друзья сразу хочу сказать что это видео будет полезным для тех людей которые занимаются или теплицами или имеют рассадник для выращивания рассады или какую-то оранжерею вот именно для этих людей это видео будет очень полезно в нем я хочу рассказать как я борюсь болезнями и вредителями и разными грибковыми заболеваниями в своем рассаднике который использую уже четвертый или пятый год а борюсь я очень просто с помощью обыкновенной серы что же такое сера и для чего мы ее используем но у меня сера в виде порошка вот который в банке в этой 5 литровой можно приобрести эту серу виде шашек серные шашки и эффект в принципе будет один и тот же что дает нам обработка теплиц серой за сезон в теплице накапливается различные болезни различные насекомые которые прячутся под всякими укрытиями ну вот например под дранкой или в щелях или в порах каких-то то есть любом месте где им удобно они могут зимовать наших рассадниках и теплицах точно также болезни которые накапливаются за сезон очень большом количестве это и серая гниль и и другие 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 нам интересно сделать так чтобы на следующий сезон мы вступили с чистым рассадником чтобы не было этих болезней и вредителей и мы сейчас с помощью серы обработав рассадник избавимся от всего этого багажа в кавычках который нам очень может помешать для выращивания нашей рассады наших овощей и всего кто чем занимается для этого мы сейчас эту серу будем поджигать и окуривать рассадник перед тем как начать обработку серой нужно для начала все тщательно герметично весь рассадник закрыть закрыть подбить дранкой где это возможно где выход воздуха есть позакрывать двери окна и все остальное и вот сейчас мы наполним наши емкости но я использую сковородку мисочку у кого что есть и кому что удобно вот я наполняю бумагой и сверху это все присыпаю непосредственно порошком серы на свой рассадник площадью 300 квадратных метров я использую приблизительно 2 килограмма серы после чего производим розжиг вниз я положил газеты на газеты насыпал порошок и все это поджигаем все это должно быть в емкостях которые вам не жалко потому что после обработки теплицы серы когда сера сгорит в этих емкостях я думаю что уже использовать эти емкости никуда больше будет нельзя ну или нежелательно во всяком случае поэтому я использую именно те вот старую сковородку которая однозначно мне не нужна и расставляем равномерно по рассаднику после розжига надо покинуть помещение потому что пары горения серы очень ядовитые и находиться долго в этом в этом рассаднике невозможно иначе можно задохнуться видите сера занялась она начала гореть и испарять ядовитый дым который будет убивать всех насекомых все болезни даже трава от этого погибнет если вдруг осталась где-то трава у вас рассадники или в тепличке то она просто погибнет от воздействия дыма этой серы и вот спустя 15 минут у нас уже здесь дым стоит коромыслом уничтожаются все болезни и вредители уничтожаются остатки сорняков единственное друзья хочу сказать что вынесите обязательно перед тем как начинать серить вынесите все растения которые вам нужны может какие-то цветочки стоят может какие-то не знаю еще что ужас просто и вот таким вот образом мы уничтожим всех вредителей насекомых болезней нашем рассаднике через день день не трогать теплицу через день можно это все тщательно проветрить и через три дня начинать работать полноценно следов от серы никаких не останется так что пользуйтесь очищайте вашу теплицу ваш рассадник от этих всех не гораздо всего вам доброго до свидания кому понравилось видео ставьте лайки кто не подписался подписывайтесь всем пока